МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В первые числа мая было принято решение в Москве об открытии официального представительства по Северо-Западу. Потому что проект просветительского центра, который в Санкт-Петербурге существовал, он уже, ну что ли, не сказать себя исчерпал, а он перерос. Естественный путь это был поднять планку еще выше. На книжном салоне мы считаем, что очень большое внимание уделяется базовым ценностям. Традиция – это то, что позволяет выживать в сложные времена, а в светлые времена – процветать. А где наше родное? Ведь я не в Америке родилась. Мои деды во многих поколениях – это Урал, Сибирь – ведь жили, они не интересовались майянским временем. И вот только я внутренне сформировала этот вопрос, а где наше? Где из наследия, в наследии календарей? И вы знаете, раскрылся поток, пошла информация просто шквалом. 20 лет я получаю ответы на свои вопросы из разных источников, представителей разных родовых кладезей. Потому что в древности именно суть здравомыслия выражалась в том, что никогда не хранили какую-либо продукцию произведенную в одном месте. Ну говорят, яйца не хранят в одной корзине. Ну не дай бог что, корзина упала или же еще какие-то ситуации. Как восстановить? Как собрать? Поэтому разные родовые кладези в родах, которые хранятся, либо дополняют друг друга, либо противоречий, ведь практически нет ни в чем. В этом мудрость тысячелетий. И вот именно просветительская деятельность Центра Исток, а затем при плотном взаимодействии с Фондом Сварог, в общем-то не только точки соприкосновения, а и цель, и все основные виды деятельности, они не только совпадают, они являются единым целым. Но в основе все равно это просветительское направление. Ксения, вы приехали просто на салон. Да, я просто традиционно несколько лет назад лежаю, считаю, на этот салон. Все время у нас очень часто, всегда интересна, когда занимательная салон, это тоже новое. Конкретно к этому сошло, случайно. В общем, если бы мне просто название был «Клоссор», я в принципе, ну так, в самом начале, пусть и висел. Это же славянская сфология, это же обычная, с обычными обрядами, сервозы и так далее. Но литератур очень мало, и приходится искать, буквально по птицам где-то что-то, как в художественной литературе, профессиональной историкой. И то, что есть вот такие возражения, когда все в одном месте, все более-менее тренированно, все доступно. Сейчас на салоне работает гончарный крупник, мастер степени поколения гончар. Огромный интерес. Прошел мастер-класс «Северный пряниковый роспись». А то есть, опять же, календарные обряды, как представлены, значит, мама с дочкой, как взаимодействуют для того, чтобы порадовать своих близких, но и в то же время, там, весеннюю, летнюю, весеннюю, вот это качество провести через ритуальное печиво. Сунул грека через реку, визит грека в реке рак, Сунул грека руку в реку, рак за руку, грек по-тап, Вот и так, вот и так, рак за руку, грек по-тап. Русские немец и поляк Танцевали краковяк Танцевали не спеша Ой, наступили на мышах Вот это, вот это, вот это Вот это не краковяк Вот это, вот это, вот это Мастер-классы, да Беседы, встречи И все это направлено К достижению главной цели Каким быть Каждому из нас И уровень ответственности Берем ли мы на себя или нет Одно дело Проявлять себя Даже со своим окружением Но при этом В душе другое отношение Человек может быть себя подать Мудрые люди говорят Есть два подхода Либо Лелеет себя в школе Мудрости Либо школу мудрости в себе Поэтому каждый выбирает Что ему ближе А со стороны Уже понятно В чем суть этого человека Организован Организован Привоз Картин Русских художников Музей Левша Работы Александра Угланова Всеволода Иванова Вот Такой Визит Древних образов В Санкт-Петербурге Проводится Ну я не скажу Впервые Потому что Лет 5-6 назад Из Москвы Доронин привозил Работы Константина Васильева Да Где-то 5-6 лет назад Была такая выставка И больше практически Ничего в Санкт-Петербурге Вот на нашу тему Не было Вот Древних образов Поэтому Я думаю Что мы В этом же Вот этот круголет Только по осени Представим Возможность Более расширенно Познакомиться С творчеством Художником Потому что В начале декабря В Санкт-Петербурге Будет проходить Международный Культурный форум Вот И я думаю Достойно Будет представить Работы таких мастеров В расширенном варианте Да еще по времени Где-то месяца два Естественно Это будет сопровождаться Событийным рядом Встречи Вечерины Хороводные Мастер-классы Разного характера Ну конечно Это будут Этнографы Прикладники Мастера Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова